Сегодня мы приехали в Санта-Фе, Нью-Мексико. Это город с богатой творческой историей. А вот и моя выставка. Мне нравится энергия, которую вы передаете через цвет. Художник Даррен Грей нуждается в нашей помощи, чтобы приготовить ужин для своей жены Джилл. Знаете, сейчас вы творите искусство. Все должно хорошо пропечься. Ребята, это Джилл. Давайте быстрее прячемся. На самом деле все просто идеально. Сюрприз! О, Господи, Даррен. Повар на дому. Я приехал в Санта-Фе и решил попробовать что-нибудь новенькое. Дело не в поездке в Нью-Мексико. Просто я сейчас нахожусь на необычном рынке. Он называется индийским. И здесь можно найти все, что угодно. Сувениры, украшения и прочее. Я хочу найти Даррена Грея, местного художника. Даррен попросил нас приготовить ужин для его жены Джилл. Привет, Кертис. Меня зовут Даррен Майкл Грей. Я художник из Санта-Фе. Вы не могли бы приехать и помочь мне приготовить ужин для жены? Я буду очень признателен. Сейчас Даррен где-то здесь. Вы только посмотрите на это. А, вот и он. Как поживаете? Даррен, я Кертис. Кертис? Очень приятно. Я смотрю ваше шоу. Вы хотели приготовить праздничный ужин для жены, верно? Да. План такой. Мы идем за продуктами, чтобы найти вкусную, хорошую еду. Потом мы готовим и ждем возвращения Джилл, чтобы устроить ей сюрприз. Отлично. Может, покажете мне свои картины? Да, конечно. Здесь недалеко, если вы не против. Я очень хочу посмотреть. Галерея современного искусства Лью Аллен. Великолепно. А вот и моя выставка. Она открылась вчера вечером. Ух ты! Это новые работы. Долгие месяцы упорного труда. Точно. Творчество, сами понимаете. Мне нравится энергия, которую вы передаете через цвет. Это невероятно. Да, многие говорят мне об этом. Я люблю яркие цвета. Мне очень нравится. Я действительно впечатлен. Спасибо за комплимент. Ладно, теперь назовите мне какое-нибудь место, где мы можем купить продукты. Здесь недалеко есть хороший рынок, называется Конис. Идем в Конис. Хотите туда? Конечно. Это и есть то место, Даррен? Работает круглосуточно. Правда? Что мы ищем? Не знаю, в курсе вы или нет, но есть такое блюдо. Саман. Это форель, запеченная в глине. Берем целую форель, заворачиваем ее, а потом в тонкий слой глины. А сверху еще один. Делаем несколько надрезов и запекаем. Хватит 20 минут в духовке. В глине форель получается очень хорошо. Отлично, мне нравится. Любите форель? Люблю. А жена любит? И жена тоже любит? Отлично. Большое спасибо. Спасибо. Мы на месте? Вы собираетесь делать салат? Конечно. Нам нужны молодые побеги шпината. Отлично. Значит, немного шпината. Еще можно взять помидоры черри. У меня есть несколько. Мои любимые. Что это? Это арбуз, который растет на юге Нью-Мексико. Они гораздо слаще красных. Правда? Да, это очень вкусно. Давайте возьмем парочку. Ладно. Думаю, из него получится отличный десерт. Десерт из арбуза? Конечно. Его можно подать со свежими ягодами. Вы любите ягоды, верно? Люблю. Малина, черника. Здесь есть ежевика. Да, возьмите немного ежевики. Хорошо. Думаю, у нас все есть. Первым в меню значится коктейль «Оазис». Он состоит из грушевого сиропа, лайма и мяты. Основным блюдом станет запеченная в глине форель, которую мы подадим с салатом из молодого шпината и кусочков бекона. А на десерт у нас будут свежие ягоды под арбузным соусом. Привет, как поживаете? Отличный рынок. Большое спасибо. Не за что. Вот здесь мы живем и растим двух чудесных дочек. Здорово. Хочу пропустить вас вперед. Спасибо. Чудесное место. Спасибо. Чувствуете себя, как в Санта-Фе. Вы есть в Санта-Фе. Очень красиво. Думаю, можно приступать к нашему первому блюду. Это даже не блюдо, а коктейль. Хочу отдать должное Санта-Фе. Отлично. Назову этот коктейль «Оазисом». Это название коктейля? Да, все верно. Хорошо. Я только что придумал. Оазис. Здесь нужны особые ингредиенты. Грушевый сироп и новый вид алкоголя. Называется «Вив». Все хорошенько перемешаем и добавим немного лаймов и мяты. Бросаем лаймы. Пока вы тут давите. Так, я, пожалуй, займусь мятой. Здесь нужна сила. Коктейль получится очень вкусным. Вы давите, а я пока добавлю грушевого сиропа. Хорошо. Самое главное – выдавить побольше сока из лаймов. Коктейль от этого станет намного лучше. Хорошенько все перемешиваем. Немного подавим мяту, чтобы получить замечательный аромат. Отлично. Теперь нам нужен лед. Осталось только добавить «Вив». Ладно. Доливаем. И часто вы его делаете? Никогда раньше не делали. Так, теперь это нужно взбить. Ваше здоровье. За вас. Вкусно. Могу выпить целый кувшин. Так, приступаем к форели. Уверен, у нас получится невероятное блюдо. Здорово. Берем лимон. Нарезаем его дольками. Затем закладываем его в рыбу. В рыбу. Вот так. Теперь возьмем немного трав. Например, тмин. Получится вкусно. Положим немного внутрь и снаружи. Не хватает соли и перца. Хорошо. Немного соли. Просто приправляем рыбу. Самые простые приготовления. Теперь надо завернуть форель. Мы будем запекать рыбу в глине, но при этом не хотим, чтобы они соприкасались. Потому что глина дает неприятный привкус. У меня есть сухая пшеничная пленка. Ее надо размочить в кипящей воде. Мы держали ее в воде 45 минут. Теперь надо ее подсушить. Для этого хорошенько отжимаем ее в полотенце. Ничего сложного. Расскажите мне о Джилл. Почему она особенная? Джилл – невероятная женщина. Мы знаем друг друга 20 лет. Из них женаты 12. У нас две чудесные дочки. Я даже не представляю другой матери для своих детей. Знаете, сейчас женщины во всей Америке думают, «Я хочу такого мужа». Мы завернули рыбу. Да. Теперь надо обернуть ее глиной. Вот и она. Этот слой очень тонкий. Ладно, теперь надо его раскатать. Действуем самым обычным образом. Как будто готовим какую-нибудь выпечку. Аккуратно. Потом берем форель. И начинаем ее заворачивать. Очень просто. Ух ты. И так до конца. Знаете, сейчас вы творите искусство. Теперь слегка надавливаем на нее. Отлично. Какой бардак. Обычно я стараюсь не пачкать на кухне. На сегодня не тот случай. Вы художник. Значит, можете придумать какой-нибудь интересный узор. С удовольствием? Сделаем что-нибудь простое. Хорошо. Почему бы нам не делать это одновременно? Отличная идея. Выглядит здорово. Просто потрясающе. У нее чешуя. Господи, вот это да. Я завидую. У вас получилось лучше. У вас тоже. Форель пока можно отложить в сторону, потому что в духовке она будет готова за 20 минут. Надо только поставить большую температуру. У меня идея, Кертис. Почему бы нам не пойти на Каньон Роуд и не встретиться с моими друзьями? У нас в запасе много времени. Правда? Да, конечно. Хорошо. Пойдем вперед. Это недалеко. Мы все успеем. Рядом? Да. Ну вот, Кертис, это Каньон Роуд. Здесь много магазинчиков, художников, ресторанов. Я надеюсь встретить здесь друзей. Привет, Джину. Привет, Даррен. Как дела? Хорошо. А ты как? Все нормально. Рад тебя видеть. Взаимно. Привет, я Кертис Тоун. Приятно познакомиться, Кертис. Мне тоже приятно. Добро пожаловать в мою галерею. Точно. Это ваши работы? Да, все верно. Я живу в Санта-Фе 28 лет. Все это время я делаю и продаю статуэтки. Ничего себе, так интересно. Пойдемте под мой зонтик. Это ваш зонтик. Искусство моего зонтика. Он сидит здесь, делает статуэтки. Люди проходят по улице и замечают его работы. Думаю, это похоже на настоящую галерею. Правда? Это точно, Даррен. Большую часть времени здесь очень много людей. Правда? Они пьют, общаются. Здорово. Ко мне все время кто-нибудь подходит. Особенно дети. Они любят смотреть, как я работаю. Если честно, я стараюсь придерживаться традиционной техники. Можете сами попробовать. Просто заворачивайте, слегка придавливая. Хорошо. Почему вы работаете с глиной? Даже не знаю, просто люблю ее еще с тех пор, как был ребенком. С ней приятно работать. Я начну? Да, конечно. А тебе достался большой кусок. Я справлюсь. Господи. Иногда скульптуры отнимают очень много времени. Я могу делать одну целые сутки. У вас отлично получается. Это хорошо. С глиной интересно работать. Я люблю мять ее в руках, раскатывать. Из одного маленького кусочка может получиться произведение искусства. Даже не сомневаюсь. Никогда не думал, что глина – такой приятный материал. Мы здесь ее любим. Я стараюсь делать правильно. Главное – опыт. Все придет со временем. Мы с Кертисом готовим форель, запеченную в глине. Это так интересно. Берем форель, заворачиваем ее в пленку, а потом закручиваем в глину. Сверху можно сделать любые узоры. Очень красиво. Когда придет Джилл? Минут через 15-20. Можно подписать? Конечно. Еще недель шесть, и вы станете мастером. Нам пора. Спасибо большое. Вам спасибо. Приятно было познакомиться. Взаимно. Повар на дому. Я вижу Джилл. Это Джилл. Давайте быстрее. За ворота. Все в порядке. Она нас не заметила. Пойдем. Она подходит. Сидите тихо. Сюрприз. О, Господи. Даррен. Сюрприз. Добро пожаловать домой. Привет, я Кертис. Привет, Кертис. Привет, девочки. Хотите знать, что происходит? Что происходит? Мы встретились с вашим мужем на индийском рынке. Пообщались и отправились за покупками. Решили приготовить для вас вкусный ужин. Господи, это замечательно. Почему бы вам не отдохнуть? А я накрою на стол. Хорошо. Пожалуй, сделаю вам вкусные коктейли. Отлично. Девочки, вы тоже будете? Конечно. Да. Тогда подождите немного. Скоро я вернусь с вашими коктейлями. Даррен, это потрясающе. Не верится, что вы приготовили для нас ужин. Я сам был удивлен. Так, это коктейль без алкоголя. Специально для вас. Здесь мята, немного лайма и грушевый сироп. Наверное, очень вкусный. Да, Джилл, я уже пробовал. Спасибо. Это мой второй стакан. Правда? Он очень вкусный. Ух ты, так вкусно. Понравилось? Да. Он сам изобрел. Правда? Этот коктейль. Мы назвали его «Оазисом». Сегодня такой жаркий день, поэтому он вам необходим. За вас, девочки, ваше здоровье. Наслаждайтесь. Я скоро подойду. Хорошо. Господи. Такой вкусный и освежающий. На улице очень жарко. Мы начали ужин с коктейля «Оазис». Он состоит из грушевого сиропа, лайма и мяты. Самое время готовить десерт. Но сначала мне надо поставить рыбу в духовку. Она будет запекаться минут 20. Самое главное правило при общении с глиной – это оставить место для выхода пара, иначе ваше блюдо может просто взорваться в духовке. Берем нож и делаем небольшой надрез. Ничего сложного, как видите. Зато теперь воздух может выходить наружу. Этого мы и добивались. Теперь в духовку. Запекаем на пергаменте. Отлично. Ставим на 450 градусов. Так, можно приступать к десерту. У нас есть совершенно особый фрукт. Никогда его раньше не видел. Это желтый арбуз. Думаю, надо сделать из него пюре. Получится вкусно и освежающе. Начинаем отделять мякоть от кожуры. Осторожненько. Вот так. Отделяем всю мякоть и режем ее. Отлично. А теперь перемешаем ее с другими ингредиентами. Я буду использовать лайм и мяту. Выжимаем несколько лаймов. Теперь немного мяты. Используем только листочки. Стебель нам не нужен. В листьях весь аромат, поэтому они отлично подойдут. Добавляем лаймы и мяту к арбузной мякоти. Знаете, самое интересное в арбузе то, что он отлично спасает от жажды. Это происходит благодаря его кожуре. Этот фрукт замечательно подходит для такой жаркой погоды, как сейчас. Мы сейчас в жарком Санта-Фе, поэтому обязательно должны попробовать десерт из арбуза. Отлично. Давайте посмотрим. Надо попробовать. Очень вкусно. Арбуз дает сладкий привкус, а лайм освежает. Теперь соус надо процедить. Нам надо избавиться от мяты, потому что мы будем охлаждать этот соус. А мята из-за холода станет коричневой. Поэтому лучше ее достать. Нам нужен вкус, а не комочки внутри. Теперь я поставлю соус в холодильник и достану форель из духовки. Нам останется только сделать салат, и можно подавать главное блюдо на стол. Десерт пусть пока стоит в холодильнике. Мы поставили стол в патио. Теперь можно ужинать и любоваться видом на горы. О, Господи. Там мы решили подать ужин. Ты шутишь? Изысканный ужин. Просто невероятно. Мне не терпится это увидеть. Пойдем. Иди сюда, Джилл. Пока они наслаждаются летним коктейлем в патио, я закончу главное блюдо. Рыба почти готова, поэтому у меня есть время сделать самый простой салат. Берем ростки шпината. Добавляем кедровые орехи. Кажется, здесь их называют пиньянами. Раз уж мы в Санта-Фе, то будем говорить так же. Бросаем орешки в тарелки. Еще у меня есть замечательные помидоры черри. Разрезаем их пополам и добавляем в салат. Выглядит аппетитно. Остался последний ингредиент. Это жареный бекон. Но сначала надо приготовить соус для салата. Его очень легко сделать. Берем малиновый уксус. Достаточно четырех столовых ложек. Раз, два, три, четыре. Еще у меня есть масло из виноградных семян. Смотрите, какой красивый зеленый оттенок. Это очень вкусное и насыщенное масло. Тщательно перемешиваем. Осталось добавить немного перца. И соус готов. Отлично. Немного соли. Превосходно. Теперь у меня все готово для превосходного ужина. Можно доставать форель. Вы только посмотрите, какая красота. Сразу виден надрез. Из него выходят натуральные соки. Это очень хорошо. Как раз то, что нужно. Оставлю рыбу на пять минут и доделаю салат. Уберем это подальше. Так, у нас все готово. Салат, соус, бекон поджарен. Посмотрите, как он подрумянился. Добавим его в салат перед подачей на стол. Сначала салатная заправка. Не торопимся, поливаем тщательно. Теперь можно добавлять бекон. Он будет отлично сочетаться с нашим салатом. Аромат бекона отлично дополняет аромат форели. Давайте отнесем им салат, а потом вернемся за рыбой. Так, ребята, вот что у нас на ужин. Мы сделали особенную форель. И немного салата, в которую мы добавили шпинат и жареный бекон. Ух ты! Пока оставлю салат. Хорошо. И скоро вернусь с форелью. Ладно, договорились. Мы будем ждать. О мой бог! Подожди, увидишь вблизи. Сейчас увидите больше. Ух ты! Господи! Ну разве не замечательные? Они великолепные. Обе такие красивые, правда? Я в восторге от глины. Теперь придется их уничтожить. А разве нельзя как-нибудь сохранить? Не думаю. Накрываем рыбу салфеткой. Берем нож тыльной стороной. Держи. Бери. Вот так. И начинаем слегка постукивать. Отлично. Посмотрим, что получилось. Видите эту большую трещину? Ух ты! Хочешь сделать так с другой рыбой? Да, отлично. Двумя руками. Держи и постукивай. У тебя получится. Ну как? Хорошо, молодец. Вы только посмотрите. Глина сама разваливается. Просто невероятно, как вы это делаете. Теперь возьмем большую тарелку и переложим на нее рыбу. Это сюда. Просто разворачиваем ее. Какая красивая. Отлично смотрится. Аккуратно разворачиваем и перекладываем на тарелку. Глину убираем подальше, чтобы она не мешала. Отличная работа. Замечательно. Ура! Это старая школа готовки. Точно, мне нравится. Перекладываем рыбу с помощью ложки и ножа. Спасибо. Не до что. Отлично. Какая сервировка. Просто волшебство. Держи, дорогая. Посмотрите на стол. Такие яркие цвета. Все очень красиво. Наслаждайтесь, ребята. Ешьте рыбу, а я скоро вернусь. Хорошо. Чтобы узнать ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Знаете что, вкуснятина. Это действительно очень вкусно. В качестве главного блюда мы приготовили в духовке форель с лимоном и травами. Рыбу подали с салатом из шпината и жареного бекона. Так вкусно. Можешь в это поверить? Я до сих пор не верю, что это происходит. Теперь сделаем самый простой десерт. Он будет состоять из фруктов и ягод. Разрезаем эту красивую клубнику на четыре части. Добавляем землянику, чернику, ежевику. Чем больше ягод, тем лучше. Все очень-очень просто. Осталось полить это нашим прохладным соусом. Сверху десерт можно украсить сахарной пудрой. Насыпаем немного. Ягоды должны быть слегка припудренны. Теперь достаем из холодильника соус для десерта. Наливаем немного в каждую тарелку. Можно подавать на стол. Господи! А вот и я. Это наш десерт. Момент, которого все так ждали. Вы только посмотрите. Теперь я вас оставлю. Хочу сказать, что провел замечательный день. Говорю вам спасибо от всего сердца. Да ладно. Все было просто чудесно. Превосходный день. Кертис, большое спасибо за этот ужин. Наслаждайтесь. Это правда, особенный день для нас. Отлично. Вам понравился ужин? Мне понравилось ваше общество. Верно. Спасибо, ребята. Вам спасибо. Спасибо, Кертис. Давайте пробовать. На десерт мы подали ягоды с прохладным соусом из арбуза. Так вкусно. Очень вкусно. Объедение. Никогда не пробовала ничего подобного. Думаю, это замечательно, что Кертис приготовил для нее ужин. Джилл – особенная женщина. Мы знаем и любим друг друга уже 20 лет. Я потрясена. Он замечательный муж. Замечательный человек. Я рада, что он сделал мне сюрприз. О чем-то специально. Такое без него так специально это так круто. Я рада. Продолжение следует...